В 2016 году на Ставрополье высокотехнологичную помощь оказали более чем 10 тысячам пациентов. Отмечается рост оказания ВМП детям на целых 38%. Особое внимание уделяется санаторно-курортному лечению, развитию палеоативной помощи и ранней диагностике. Все это данные официальной статистики Краевого Ставропольского Минздрава. Но зачастую каждый из нас, приходя в поликлинику, в той или иной мере сталкивался с ситуацией, когда, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста или аппаратное обследование, нужно прождать несколько месяцев. А потом, натерпевшись хамства и так и не дождавшись, пациент вынужден все-таки заплатить, чтобы получить услугу. По крайней мере, так говорят наши зрители. Как все обстоит на самом деле, выясняем сегодня в прямом эфире на своем ТВ. Говорим о качестве и доступности Ставропольской медицины. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые гости. У нас сегодня вот такая нестандартная эфирная ситуация. В нашей студии сегодня Ольга Дроздецкая, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Лариса Подшивалова, начальник отдела ведомственного контроля качества и безопасности меддеятельности Краевого Минздрава. Здравствуйте. Марина Ашихмина, главный врач городской поликлиники номер 2 города Ставрополя. Ирина Терентьева, заместитель главного врача Краевого кардиологического диспансера. И Мария Евсеенко, член рабочей группы по защите прав пациентов при общественном совете по здравоохранению. Здравствуйте, Мария Федоровна. Мария Федоровна, собственно говоря, член той группы, которая и проводила независимую оценку качества медицинских услуг в медучреждениях Ставропольского края. Собственно говоря, можно сказать, наверное, что отправной точкой к нашему эфиру и послужила эта проверка. Мы сейчас все выясним у наших гостей. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. У нас сегодня в студии компетентные специалисты, которые ответят, я думаю, на любой ваш вопрос. Номер телефона прежний 8 800 707 02 26. Также я напоминаю, что не изменились условия. Все ваши звонки абсолютно бесплатны со всех и для всех операторов связи. Уважаемые гости, расскажите, пожалуйста, о той независимой оценке качества медицинских услуг в учреждении здравоохранения. Кто проводит и почему она называется независимой? Я так понимаю, что это должны быть либо общественные организации, либо специалисты, которые не работают в больницах и поликлиниках того или иного региона, где проводится эта проверка. Правильно ли я понимаю? Правильно понимаете. С 2013 года в рамках действующего законодательства федерального практически во всех субъектах Российской Федерации при органах исполнительной власти были созданы общественные советы по здравоохранению. Одной из функций которых является проведение независимой оценки качества оказания медицинских услуг. Что такое независимая оценка качества оказания медицинских услуг? Это оценка условий, в которых оказываются медицинские услуги. Где проводится независимая оценка? Независимая оценка проводится во всех лечебно-профилактических учреждениях, которые являются участниками территориальной программы государственных гарантий. То есть там, где оказывается медицинская помощь бесплатно. На сегодняшний день, в 2017 году, независимая оценка должна быть завершена во всех учреждениях здравоохранения, учитывая, что она в 2015-2016 годах также проводилась. И в 2017 году оставшиеся учреждения, которые не попали в предыдущие годы, они будут подвергнуты этой независимой оценке. Независимая оценка качества оказания медицинских услуг, ее могут проводить кто? Жители края. Каким образом? Во всех учреждениях здравоохранения имеются анкеты. Если это амбулаторно-поликлиническое звено, значит, это в основном в регистратурах, либо в доступных местах выложены анкеты, которые пациенты должны и могут заполнить, указав все проблемные вопросы, которые бы они хотели, чтобы администрация того лечебного учреждения, либо Министерство здравоохранения обратили на это внимание. Если это касается стационарных учреждений, практически во всех учреждениях, вернее, во всех отделениях также имеются анкеты. Кроме этого, во всех учреждениях здравоохранения имеются сайты. На этих сайтах выделена отдельная страница, куда можно зайти и в электронном виде заполнить анкету, которая также будет передана непосредственно в общественный совет для их рассмотрения. И, кроме этого, один из путей, это тогда, когда члены общественного совета, рабочие группы, они посещают непосредственно учреждения здравоохранения, встречаются с пациентами. Причем, я хочу сказать, что эти посещения, они проводятся без участия органов исполнительной власти. Вот, Ольга, ну, простите, пожалуйста, я хочу, чтобы Мария Федоровна взяла микрофон в руки, да, если это возможно, да, чтобы... Вот, у меня как раз механизм проведения проверки. Я думаю, что я ни у кого не удивлю, если скажу, что, да, любое учреждение, любой город, человек, скажи, что у него завтра проверка, сразу все, да, как у нас, траву покрасят, всю улицу заасфальтируют. Это касается, если приезда любого первого лица государства, если касается медучреждения, да, сразу все будут вежливыми, все будут быстро и бесплатно оказывать. Мария Федоровна, как Вы приходите в те или иные больницы и поликлиники, чтобы вот этот вот эффект неожиданности сохранился? Есть такое или нет? Или все-таки предупреждаете заранее? Мы приходим неожиданно. Неожиданно. И когда мы приезжаем в медицинское учреждение, значит, механизм такой. Я захожу как обыкновенное физическое лицо, как пациент. И в первую очередь прошу оказать мне помощь, померить давление. И спрашиваю, хорошо, повышенное давление, а медикаменты у Вас платные? Вы мне можете бесплатно оказать помощь? Ну, так вот аккуратненько все выспрашивать. Да. Просто как контрольная закупка. Сразу говорю, что ни в одном медицинском учреждении не отказали в бесплатной помощи. При том, что я говорила, у меня с собой документов нет. Вот мы проезжали просто мимо, мне стало немножко не по себе. И решили обратиться. Вот результаты этой проверки. То есть мы заходим инкогнито в первую очередь. На что мы обращаем внимание... Да, вот критерий оценки. Что вот Вы оцениваете? Честно. На что мы обращаем внимание в первую очередь, это доступная среда для маломобильных граждан. Дальше очередь в регистратуру. Отношение медработников к пациентам. Наличие медицинских карточек и теряются они или нет. Этот вопрос смотрим. Какие платные услуги? Обращаем внимание на наличие тарифов возле кассы, чтобы эта информация была доступна пациентам. Мария Федоровна, но Вы пытались получить талон, ну вот что-то. То есть Вы все это проверяли? Да, да, да. Конкретно. Заходим в пятую поликлинику и говорю, пожалуйста, можно талон к лору? Мне говорят, вот сегодня уже все, а завтра, пожалуйста, на завтра у нас есть талон. Мария Федоровна, ну вот если говорить вообще о том, сколько Вы проверили медучреждений Ставропольского края, и в целом как бы Вы оценили ситуацию? В прошлом году мы проверили общественный совет при Министерстве здравоохранения, произвел проверку около 300 медицинских учреждений края. Много? Да, это и районные больницы, это и амбулатории, это и ФАБы. Это большая часть тех, что имеется, Ольга Алексеевна? Нет. Их сколько у нас в Ставропольском крае? На сегодняшний день у нас порядка 200 юридических лиц, а речь ведется конкретно про их структурные подразделения. То есть члены общественного совета они посетили, и в одноленном малочисленных поселениях, ну это было 45%, 55% будут осмотрены в этом году. Да, все это, в общем, мы проверяли, все. Как оценить? Ну вообще-то динамика работы медицинских учреждений, она положительная. Те проблемы, которые озвучивают люди, они имеют почву. Значит, это что? Это, например, недостаток педиатров, терапевтов в медицинских учреждениях в районах. Такие вот проблемы. Ну мы сейчас еще о проблемах поговорим детальнее. У нас есть, собственно говоря, представители медучреждений, которые проверяли. Мне хочется услышать, подскажите, пожалуйста, наверное, Ирину Викторовну можно задать вопрос. Вас проверяли сегодня, правильно я понимаю? Ваши ощущения, вот как вы себя чувствовали, на каком моменте вы узнали, что вас, собственно говоря, проверяют? Я здесь немножечко дам пояснение. Когда определяется перечень учреждений здравоохранения, в которых будет проводиться независимая оценка, она определяется членами общественного совета и вывешивается на сайте Министерства здравоохранения, план, график проведения этих проверок. То есть внимательные будут знать? Конечно. Но я вам хочу ответить совершенно, подготовиться к этой проверке фактически невозможно. Судя по тому, что когда по окончании всех проверок в адрес Министерства здравоохранения поступает обобщенная справка с результатами проверок и с предложениями, фактически ни в одном учреждении здравоохранения легиатис ничего нет. То есть в любом случае замечание есть. Это как те представители Мишлина, которые ходят в рестораны и проверяют их всегда неожиданно. Я просто говорю, на самом деле, так как проводится проверка членами общественного совета, к ней подготовиться невозможно. Хорошо. Ирина Викторовна, все-таки ваши ощущения. Ирина Викторовна у нас это кардиодиспансер и Марина Анатольевна, это городская поликлиника номер 2. Ирина Викторовна, вас проверяли уже, Марина Анатольевна? Дважды. Дважды уже проверяли. В том числе представитель Федерального министерства здравоохранения, члена общественного совета. Это было в прошлом году. Давайте в двух словах. Вот ваши впечатления. Ну вот как вот ваши ощущения, насколько было волнительно, когда вы узнали, что вас проверяют? Ну и, собственно говоря, вот каверзный вопрос задам, да? Вы бы вообще, если бы знали, что к вам приходит непростой пациент, уделяли бы ему особое внимание? Или вы к всем пациентам относитесь одинаково хорошо? Действительно, проверка приходит неожиданно. Хотя и вывешивается на сайте план проверок, но этот план может немножечко сдвинуться в днях. Туда-сюда. Да, то есть определен месяц, там неделя, а точный день не всегда можно узнать. И приходит проверка, действительно заходит через центральный вход, приемное отделение. Предупредить весь коллектив и всех пациентов это действительно невозможно. То есть члены общественного совета, да. Они проходят буквально везде. Начиная от мусорных баков, заканчивая на всех, на всех этажах и подразделениях. И от туалета проверяется, и пищеблок проверяется. У них есть санитарные книжки, они систематически проходят медицинские осмотры, у них есть допуск на пищеблоки. То есть они видят, какие овощи, какое мясо. То есть не только услуги медицинские, но и качество всей. Дело все в том, что их интересует оказание самой медицинской услуги. Пребывание, питание, постельное белье. Если прачное стирает плохо, ты никогда за 15 минут не изменишь эту ситуацию. Они проходят и поголовно в каждой палате смотрят белье. Видят медицинский персонал, их внешний вид, наглядную агитацию. Каждый, ну, много опрашивают, большое количество пациентов об оказании медицинских услуг. Сколько вы лечитесь в этом учреждении, как вас приняли, где вас разместили. В общем, ну, те моменты... Максимально объективная картина, чтобы была. То есть где-то, может, не затрагиваются объемы оказания медицинской помощи, виды медицинской помощи, их больше. Общественный совет интересует условия пребывания пациентов, доступность в оказании медицинской помощи, информированность пациентов. Ну, вот такие моменты. Это стационарное учреждение, Мария Анатольевна, поликлиника. То же самое. То есть подготовиться к этому невозможно. Зачастую узнаешь о том, что у вас пришел общественный совет, это уже когда общественный совет доходит до третьего этажа. Потому что, начиная с первого этажа и до третьего этажа, опрашивают буквально, полностью объективную информацию собирают. Во-первых, внешний общественный совет не отличишь от обычных пациентов. Это люди с кошелочками, в шляпках. Ну, в общем, пациенты. Да, обычные, простые наши россияне, которые зашли получить медицинскую помощь. То есть они... да. Уважаемые гости, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 707 0226. Напоминаю, что звонок бесплатный. Можете задавать свои вопросы. У нас сегодня вот прям цвет Ставропольской медицины. Задавайте свои вопросы. Также могу сказать, что сегодня наш журналист вместе с общественниками отправился на проверку медучреждения Ставропольского края, коим стал кардиодиспансер Ставропольский. И давайте посмотрим, как проходила проверка, собственно говоря, чтобы мы не только на словах, а на деле вам показали, как действительно это происходит. Проверка начинается со входа и регистратуры. И тут же первое замечание от пациента. Ждать в своей очереди, говорит, удобнее было бы возле кабинета. А так приходится тесниться. Да, наверху, да, вы на дыке комфортно и нормально. А то, что вот собрались сюда и здесь сидим ждем, это неправильно. Замечания фиксируют три человека. Члены общественного совета при Краевом Минздраве. Диспансеры не приехали провести независимую проверку. Независимость, говорят, в первую очередь подтверждает то, что каждый из них к медицине профессионального отношения не имеет. Качество медуслуг в данный момент оценивают преподаватель, сотрудник библиотеки и пенсионер. Еще один важный момент. Заранее в больницу о визите не сообщали. Действительно стоит обратить на это внимание. Скажите, пожалуйста, а вот во время лечения в данном медицинской организации у вас возникала необходимость покупать лекарственные препараты? Нет, не возникало. То есть не было, да? Не было. А это уже стационар. И здесь такая же проблема. Нехватка мест. Пациенты лежат прямо в коридорах. Кто-то поступил только что, а кто-то еще вчера. Ну, это временно. Я только вчера перед вечером уже поступила, легла. Это сейчас, меня сегодня уже переведут в другую палату. То есть вы готовы, да? Да, да, да. Нормально. Здесь все хорошо, прекрасно. То есть мест не хватает? Не хватает. Конечно, нет. Заболеваемость сердечно-сосудистой системы гораздо превысила свои показатели, как в крае, как и по Российской Федерации. Поэтому количество обращаемых пациентов увеличивается с каждым годом. К сожалению, площади не расширяются. Поэтому приходится ставить койки в коридоре. Члены совета проходят по палатам, просят заполнить анкеты и общаются с пациентами лично. Среди постоянных вопросов о качестве услуг, об условиях, отношении медперсонала и питании. Я бы сказал, не очень. А что не устраивает питание? Не очень острое, не очень жирное? Да, вы знаете, ну, во-первых, всем больным приписывают диеты, а мы ж не привыкли на диеты. А хочется шашлыть, так сказать. Качество медицины утверждают пациента на высшем уровне. Зинаида Григорьевна к проверяющим обратилась сама. Сегодня ее выписывают домой. Здесь, говорит, лежало 14 раз. 7 лет назад медики районной больницы озвучили родственникам страшный приговор. Однако в краевом диспансере женщину в буквальном смысле подняли на ноги. Врачи наши и патовские меня приговорили. Здесь меня встретили, вселили веру. Быстренько окружили вниманием и заботой. И я через два дня встала на ноги и стала сама ходить. Проверяют медревизоры и качество уборки в комнатах, и чистоту белья, и состояние санузлов. В целом, отметили проверяющие, кардиологический диспансер проверку прошел. Только в прошлом году с такой же миссией общественный совет посетил 300 учреждений здравоохранения края. 35 проверить удалось уже в этом году. Проблемы были в основном выявлены с очередями. Пациенты жалуются на то, что они вынуждены сидеть в очередях. Как пример, где? Больше всего жалоб поступило нам из 4-й городской больницы города Ставрополя. Реагирует общественный совет и на частные обращения, и на информацию в интернете. Так незамеченной не остались сразу две истории, произошедшие накануне в крае. Изобилинская ЦРБ, где, как утверждают сами пациентки, их попросили заплатить за электроэнергию. За главного врача. И она сказала, почему я должна платить за электроэнергию. Она сказала, что мы не собираемся оплачивать ваши игрушки. Вы сюда приехали лечиться, а не развлекаться. И больница Пятигорска. Очевидцы рассказали, что медработники заставили пациентку вытирать кровь с пола после того, как та упала в обморок. Министр утром на планерке дал поручение проверить оба факта. И по окончанию проверок общественный совет будет проинформирован. Такие ситуации, хочу отметить, находятся постоянно на контроле общественного совета. Мы мониторим эти ситуации, осуществляем общественный контроль. Мы продолжим следить за развитием этих историй. Держать руку на пульсе пообещал и общественный совет при Минздраве. Уважаемые телезрители, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. На своем ТВ продолжается прямой эфир. Говорим мы сегодня о качестве и доступности Ставропольской медицины. Я бы даже сказала о той оценке, которую проводят общественники. Вот сейчас мы вместе с гостями увидели сюжет. Я думаю, сейчас они все прокомментируют. Но прежде всего хочу принять телефонный звонок. К нам дозвонился телезритель. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? И ваш вопрос. Здравствуйте. Зовут меня Елена. Я из города Ставрополь. Как раз по теме по вашей хотелось бы сказать, что проблемы у меня большие были с 6-й поликлиникой. Мало того, что очень сложно попасть к узким специалистам, да еще и квалификация немножко страдает. Был такой случай, что хирург направил во вторую городскую больницу с подозрением на острый аппендицит. В итоге со второй городской больницы перенаправили с почечной коликой в четверку. Это все заняло практически целый день. Аттестация как проходит. Это же люди целый день практически проездили по поликлиникам, по медучреждениям с болями. Елена, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Ну, я так понимаю, квалификации медицинских специалистов. Наверное, необходимо ответить на этот вопрос. Прежде всего, сегодня тема, которая обсуждается и вынесена на рассмотрение сегодняшней передачи, она говорит немножечко о другом. Человек поднимает вопрос о качестве оказания медицинской помощи, о безопасности и так далее. Это немножечко разные вещи. Здесь конкретно по каждому случаю можно будет дать соответствующее разъяснение и оценку действиям наших врачей и так далее. Я думаю, мы сейчас детально не будем останавливаться на этом. И могу сказать, что на сегодняшний день в крае у нас при Министерстве здравоохранения работает круглосуточный телефон доверия 36 78 74, куда Елена может обратиться в сотрудники, которые, еще раз повторяюсь, в круглосуточном режиме принимают все звонки. И мы конкретно по вашему случаю дадим оценку тем действиям, которые были, в общем-то, предприняты сотрудниками медицинских учреждений, куда вы попали. Спасибо большое, Ольга Алексеевна. Ну, я напомню, что 8 800 707 0226. Звоните, уважаемые телезрители. Даже если вы не услышите ответ на свой вопрос сегодня в течение эфира, мы находимся во взаимодействии с Министерством здравоохранения Ставропольского края и всегда передаем все вопросы, на которые специалисты всегда стараются найти ответ и помочь вам. Уважаемые гости, возвращаясь к сюжету, те или иные жалобы прозвучали. Ирина Викторовна, я думаю, вы прокомментируете, Мария Федоровна, Ольга Алексеевна. Вот когда звучат такие или иные жалобы, да, вы на них, я так понимаю, реагируете тем или иным образом. Вот то, что мы сегодня услышали. Расскажите. Ну, наверное, давайте начну я. Действительно, утро у Министра здравоохранения начинается с обзора всей информации, которая есть. Начиная с соцсетей, заканчивая газетами, телевидением и так далее. И поверьте мне, ни одно обращение, насколько бы оно там жестким не было, никогда у нас не остается без рассмотрения. Хотелось бы прокомментировать, наверное, вот эти два обращения, которые сегодня были представлены в ваших сюжетах. Ну, вернемся, допустим, к Изобельницкому району. Но прежде всего хотелось сказать, что поступая в учреждение здравоохранения, в первую очередь мы оказываем медицинскую помощь. Что касается медицинской помощи, я насколько поняла, у этих пациентов нет никаких вопросов. Медицинская помощь оказывается четко, бесплатно в рамках тех стандартов, которые существуют. Так вот, хотелось сказать, что те тарифы, по которым оплачивается каждый пациент в рамках системы обязательного медицинского страхования, они не предусматривают возможности оплаты зарядных устройств за счет лечебного учреждения. Это своего рода сервисная услуга. Поэтому пациентке было предложено, причем не в насильной форме, заключить договор и, в общем-то, внести в кассу за сервисные услуги определенную сумму денежных средств. Я хотела проинформировать, что эта сумма денежных средств в настоящее время проводится проверка Министерством здравоохранения в этом учреждении. Она будет окончена, я думаю, что мы обязательно доведем до вашего сведения эту информацию, и в одном, и во втором случае. Но хотелось сказать о том, что денежные средства пациентки были возвращены, учитывая, что само лечебное учреждение недостаточно готово было. Ольга Алексеевна, а вот у меня такой вопрос, я думаю, может присоединяться к нам гости. Вот скажите, раньше ведь, я не знаю, это так наложилась такая непростая экономическая ситуация, или что? Раньше, я просто слышала, я по роду деятельности часто общаюсь с врачами, с главврачами. Да, говорят, что тяжелая нагрузка, материально-техническая база, содержание. Но раньше ведь никогда ни с кого не просили денег за дополнительную электроэнергию. Это что такое? Это у нас время сейчас такое непростое? Почему вот сейчас стало это выплывать? Или это просто здесь выплыло? Или раньше тоже такое было? Уважаемые гости, скажите. Ну, во-первых, нужно сказать, что это единичный случай, опять-таки. И что касается лечебного учреждения, соответствующая работа уже была проведена. Я просто задаю еще раз вопрос, что самому лечебному учреждению никто не компенсирует этих затрат. То есть оно должно платить за услугу из собственного кармана. Что касается, что было раньше, что сейчас, сейчас мы работаем в другое экономическое время. Мы считаем все деньги, то, что мы зарабатываем, и, соответственно, то, что нам оплачивается. Поэтому вполне возможно, лечебным учреждениям была принята такая мера. И я здесь еще раз повторюсь, насильно пациентку никто не заставлял это делать. Спасибо. Что касается второго эпизода, я, наверное, тоже возьму на себя такую смелость прокомментировать. Мы детально разбирались по городу Пятигорску. Очень жалко, что сейчас, вот готовясь и идя в студию, мы принесли с собой заявление пациентки. Мы попросим, чтобы наш продюсер принесла желтую папочку, вот ту с теми письмами и обращениями. А пока вы будете отвечать, я думаю, нам ее принесут. Сама пациентка обратилась в адрес главного врача после того, когда на нее обрушился вал комментариев в соцсетях о том, как жестоко обошлись с этой пациенткой в приемном покое лечебного учреждения. Она не подтвердила этих фактов, сказала, что никаких претензий она к этому учреждению не имеет. И подтверждением, наверное, этому явился тот факт, что в тех же соцсетях семья, которая в одновременном месте с этой пациенткой в это время находилась в приемном покое. Супруг поступал с инфарктом. И женщина, увидев весь этот наплыв, связанный с негативными оскорблениями и так далее в адрес учреждения здравоохранения, она написала, что она все это видела и опровергла всю ситуацию, которая была, в общем-то, описана в этих соцсетях. Тем не менее, проверка продолжается. Все равно будут проведены и оценка качества оказания медицинской услуги пациентки. Завтра эта пациентка в плановом порядке, то есть она не критически больна. В плановом порядке она будет госпитализирована в это учреждение здравоохранения. Спасибо, Ольга Алексеевна. Но я думаю, что еще Лариса Викторовна присоединится, потому что у меня тут тоже есть список жалоб, которые, к сожалению, и к нам тоже поступают в шквальном порядке. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем, кто к нам дозвонился. Здравствуйте. Ваш вопрос. И как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Ирина. Да, очень приятно. Ирина, откуда вы? Ваш вопрос? В Пятигорске. Очень приятно. Какой у вас вопрос, Ирин? Добрый вечер. Вот у меня был мастерский криз, и ко мне приехала скорость. Очень нехороших слов много. Приехал мужчина. Я очень жаль, что не записала номер, как говорится, вызова. Меня забрали в больницу, повезли в первую городскую. У меня давление было 200 на 120. Меня привезли в больницу, не оказали никакой помощи, ничего. Сказали, принимать не будем, повезли меня в первую. В первую привезли меня на скорую. Тоже не оказали никакой помощи, извините, я нервничаю. Братья сказала, зачем вы ее вообще привезли? У нее 200 давления сейчас умрет, или будет с ней микроинсульт, или инсульт. Что мне делать? И в тем, время 11 часов вечера, никто не оказал никакой помощи. Потом уже врач говорит, пожалуйста, давайте мы вам уколемся. Сейчас дебазол и папавирин. Укололи, давление немножко снизилось. Мужчина на скорую. Ирина, уехал, бросил меня, врач кричала, кричала, но не докричалась. Уехал, бросил, выбросил. Скорую меня обратно привезли в первую городскую. Не оказали опять никакой помощи. Я вернулась домой. И сама себя приводила к чувствам. Вот у меня такой вопрос. Кому жаловаться? И что делать? Объясните. Спасибо большое, Ирина, за ваш вопрос. Как раз микрофон в руках Ларисы Викторовны. Я думаю, что все контакты Ирины у нас записаны. Напоминаю, что она из города Пятигорска. Но сама озвученная ситуация, она, конечно, предположительно, не имеет места быть. Такого не должно быть. В этом случае нужно разобраться. Я предлагаю, в общем-то, оставить контакты, чтобы они передали. Обращаться непосредственно с жалобами, естественно, к администрации лечебного учреждения для принятия своевременных мер. И в случае необходимости Министерство здравоохранения опять-таки можно посредством электронной записи, то есть можно записи обращения через интернет и написать письменно в адрес Министерства для проведения проверки. И, в общем-то, изучив все документы, всю ситуацию, и по скорой помощи, и по лечебным учреждениям, соответственно, будет дан официальный ответ по результатам, что сделано. Но все случаи, в общем-то, подобного рода, конечно, они расследуются и принимаются меры. Спасибо большое, Лариса Викторовна. Марина Анатольевна, Вы хотите добавить, пожалуйста, мы же только рады будем, микрофон. Речь идет в дополнение, что при прибытии на место бригады скорой помощи, они непосредственно на месте оказывают помощь по оккупированию криза. Если без оказания медицинской помощи, соответственно, в лечебное учреждение стационарное, они не перевозят. Поэтому в этой ситуации надо разобраться. Причины отказа, поэтому, конечно, адрес нам нужно обязательно разобраться. Мы ответим Вам. Мы надеемся, что все Ваши координаты, фамилии, контактные телефоны должны быть в студии. Ну вот, раз уж мы говорим про жалобы, с которыми обращаются, да, у микрофона Ларисы Викторовны, очень много жалоб вот у меня здесь тоже есть. Буквально сегодня вот мы готовились к эфиру, позвонила к нам Юлия из города Ставрополя, которая столкнулась с проблемой получения бесплатной услуги, платной услуги. Вот, в общем, мы с ней связались с тем медучреждением, в котором она сейчас пребывает, она лежит там с сыном. Что нам удалось выяснить, давайте послушаем. Тоже, уважаемые гости, прокомментируем эту ситуацию. Провели оперативное дышательство, и наутро сказали сдать кровь. Мы сдали кровь и сказали принести 500 рублей за эту кровь, хотя у меня с собой не было денег, мне пришлось как бы прицать долги. Вот, занимают, и ждать, потом как-то кто-то из родственников привезет. То есть вам уже сделали операцию, и после этого начали просить деньги за анализы? Да, да, да. Понятно, Юль, вы к главному врачу или к зам главного врача обращались вот с этой проблемой? Что-то вам как-то прокомментировали? Нет, не прокомментировали, что это платная услуга. Заместитель главного врача больницы Анна Садовая рассказала, ни за какие услуги для ребенка деньги просить не имели права. Абсолютно, все делается бесплатно, по заболеванию, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, по страховому пульсу. Пусть придет ко мне, что она на телевидении звонит, вы ее лечите разве? Пусть придет ко мне, я ей все объясню, все расскажу, все выслушаю. Вот такая ситуация, уважаемые гости. Я говорю, нам удалось связаться с медучреждением, в котором прокомментировали. Но вот тут вопрос, вот это один случай. Очень много случаев, когда к нам обращаются зрители по вопросу платных и бесплатных услуг. Фактически, на сегодняшний день в нашей стране, Ольга Алексеевна меня мои слова подтвердит, у нас медицина бесплатная. Ну, фактически. Вот. На данный момент есть в медучреждениях перечень бесплатных услуг и перечень платных услуг. Все предусмотрено в территориальной программе государственных гарантий. Вся информация о оказываемых платных и бесплатных услугах находится на стендах учреждений здравоохранения, на сайтах учреждений здравоохранения. Поэтому, вот, комментируя вот эту ситуацию, конечно, слабо верится, что ребенка, тем более после операции, маму заставили платить за определенные анализы для установления диагноза. Действительно, медицинская помощь детям оказывается бесплатна, тем более в период нахождения. И если назначается обследование врачом, то, естественно, оно обосновано и должно быть оплачено за счет учреждений здравоохранения. Хочу немножечко отойти от данного случая в сторону. Значит, платные услуги могут быть оказаны в период пребывания в больнице, если это выходит за рамки необходимого обследования по территориальной программе и по определенным стандартам оказания медицинской помощи по данному заболеванию. То есть, те услуги, которые родители хотят дополнительно провести исследование детям, они могут быть предложены как в платном порядке, либо после выписки в амбулаторных условиях в порядке очереди бесплатно. Значит, платные услуги могут предлагаться родителям, когда они госпитализируются с детьми, как ухаживающие, и при этом при поступлении не предоставляют обязательные справочки про прохождение обследования самими родителями, то есть сопровождающими. Это проводится в платном порядке на момент поступления. Здесь нужно сделать еще пояснение о том, что вся плановая помощь, вот то, о чем говорила Лариса Викторовна, действительно могут быть предложены какие-то платные услуги, если это касается плановых каких-либо госпитализаций, доп. обследования. Если это касается экстренной госпитализации, вся медицинская помощь, вся необходимая, она должна оказываться и оказывается бесплатно. Ну, то есть, я говорю, это то, что люди рассказывают. Я не говорю, что истина в последней станции. То есть, когда люди говорят, что да, они их привезли по скорой, а сделали им ту или иную экстренную помощь, оказали, потом приходят и говорят, ну, ребят, нужно оплатить. Это неправомерно. Неправомерно, куда жаловаться. Мы уже сказали, да, телефон доверия 367874, либо на сайте, либо звоните нам. У нас есть телефонный звонок. Сейчас послушаем, кто к нам дозвонился. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и что за вопрос? Здравствуйте, я звоню из города Пятигорца. Меня зовут Людмила. Очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста. Значит, у меня, вы знаете, даже не вопрос, потому что вопросов, я думаю, у всех много, и все мы очень, ну, как бы, всегда можем поругать и сказать о плохом, а мне хочется сказать спасибо. Я могу это сейчас сделать? Да, конечно. Я думаю, нашим врачам, которые каждый день жалуются и сегодня жалуются, будет это приятно услышать. Я хочу сказать огромное спасибо и передать просто нижайший поклон всем сотрудникам городской клинической больницы номер два. Во главе с главврачом были Анатолием Игоревичем. Я совсем недавно лежала в ревматологическом отделении, которым заведует тоже чудеснейший человек на Цаканян Сусанна Григорьевна. Она сама прекрасный, очень внимательный, доброжелательный человек. И вот коллектив ее отделения, вот, видимо, она подобрала всего под себя, потому что настоящие профессионалы очень все внимательны, доброжелательны. Это не только мое мнение, а я сама вот общалась, разговаривала, все очень благодарны. Хочется сказать спасибо заведующему функциональной диагностикой отделением Мойцеву Павлу Назаровичу. И, конечно, особая благодарность моему лечащему доктору Кутеповой Татьяне Федоровне, потому что, ну, тоже, она всегда готова и выслушать, и помочь в любое время дня и ночи. Это вот настолько важно, потому что, ну, так случилось, что я в этом году бежала не в одной больнице, но этой больнице мне хочется вот особо-особо поблагодарить. Потому что, ну, настолько они все внимательные, настолько доброжелательные, настолько все пытались мне, и не пытались, а настолько мне помогали и помогли. Вот. Спасибо вам большое, Людмила, за ваш звонок. Спасибо, что действительно вот есть хорошие отзывы о наших врачах. Спасибо вам большое. Я всегда говорю о том, что вот поругать-то всегда... Вот это и есть независимая оценка. Да, а вот, собственно говоря, о том, что хорошие врачи есть, мы об этом, к сожалению, зачастую забываем. Мария Федоровна, пожалуйста. Мы на прошлой неделе были с проверкой, как раз в городской второй больнице. Главврач были им, Анатолий Игоревич. И от пациентов, кроме благодарности, мы ничего не услышали. Больница в очень хорошем состоянии. Все. Только положительные отзывы. Спасибо большое. Действительно, за то, что вот есть такие отзывы, есть хорошие врачи в наших больницах. Если говорить, возвращаясь к разговору о качестве, уважаемый телезритель, напоминаю, 8 800 700 702 26. Вы можете звонить. Еще мы в эфире, еще наши гости отвечают на ваши вопросы. Если говорить вот о тех услугах, которые предоставляют в наших медучреждениях, уважаемые гости, я не знаю, Лариса Викторовна, Ольга Алексеевна, сами врачи, подскажите, вот сам человек, вот он получил ту или иную услугу, доволен, недоволен, он может как-то проверить, да, все ли ему оказали правильно, я не знаю, все ли, ну, действительно, вот здесь надо было заплатить, вот здесь надо было получить бесплатно. Вот сам человек может каким-то образом проверить ту или иную полученную услугу? Ну, во-первых, как и говорилось, что программа, территориальная программа госгарантий размещена во всех лечебных учреждениях в доступном месте и та информация, которая необходима для пациента, то есть тот объем, который он может получить бесплатно, там указан. То есть точно так же можно на сайте каждого лечебного учреждения, министерства здравоохранения в том числе, получить эту информацию и уже сделать выводы, что оказание нет. Вплоть до того, какие лекарственные препараты должны были быть назначены пациенту для лечения именно конкретной нозологии. Ну вот не могу у Вас спросить, много ли людей вообще обращаются, хотя, наверное, Лариса Викторовна, Вы знаете, много ли людей обращаются с тем, чтобы спросить, вот правильно мне все оказали, правильно мне назначили. Но на сомневающиеся это, наверное, есть пациенты? Сомневающиеся есть. Конечно, есть. И обращаются, и просят провести проверку полноты и обоснованности оказанного лечения, правильно или нет. Ну, в данном, в каждом конкретном случае проводится проверка и, соответственно, они получают информацию. Если в полном, значит, соответственно. Ну, очень, конечно, хочу спросить обоснованность всех жалоб. Ну, я думаю, Мария Федоровна ответила. Лариса Викторовна, у нас есть еще один телефонный звонок. Не можем не услышать нашего телезрителя. Здравствуйте. Ваше имя откуда Вы и Ваш вопрос? Здравствуйте. Вы меня уже говорите? Да, да, да. Мы Вас слушаем. Как Вас зовут? Откуда Вы? Здравствуйте. Я Наталья Благодарнова. Я хочу сказать благодарность докторам 2-й городской больницы Ставрополя. Я ухаживаю за стариками и мне приходится, ну, в разных городах и в разных медицинских учреждениях обращаться. Вот. Ну, и пришлось самой обратиться по поводу операции. Вот я хочу сказать спасибо лечащий врач во 2-й больнице Войтковский, заведующий Волосников. Я им очень благодарна. Я иногородняя, и мне очень, ну, я не знаю, хорошо меня обслужили, и я волнуюсь. Наталья, спасибо. Ну, в общем, я не знаю, это все было бесплатно, и хоть и говорят, что как в Ставрополе бесплатно, все бесплатно, и меня полечили, я не знаю, я очень довольна. Ну, не приходится вот так вот говорить, благодарить, понимаете как. А сейчас он в Сочи такой, я хочу поблагодарить. Спасибо. И также я обращалась в 5-ю городскую больницу в Ставрополе, в поликлинику, то есть я тоже очень довольна. Ну, а поскольку я с Благодарного, я, ну, конечно, такие районные больницы, там очень много проблем, в частности вот и в поликлинике очень трудно попасть к врачам. С утра очереди страшные, люди приезжают с районов, вот сами понимаете как. Вот. Так что и благодарность, и вот какие-то пожелания, вот как-то чтобы эти очереди как-то, не знаю, упорядочились, что ли, с очередями. Спасибо вам большое, Наталья. Потому что понимаете. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Сотрудники Ставропольского Минздрава сказали, что учтут все обращения и благодарности наших зрителей. Что касается сельских поселений, на Ставрополье их очень много и вот у нас тоже были обращения вот только в карту проблем о том, что вот, к примеру, в Татарке не было педиатра, но уже отреагировал Ставропольский Краевой Минздрав. Вообще вот совершенствуется у нас сельское здравоохранение. Я понимаю, что там очень непростая ситуация и в плане материально-технической базы оснащения, кадровых вопросов. Если коротко ответить. Наверное, начну я, Лариса Викторовна, поможет мне. Конечно, значительно улучшилась доступность медицинской помощи в сельских поселениях. На сегодняшний день очень так активно у нас рассматривается вопрос по улучшению материально-технической оснащенности, особенно в малочисленных отдаленных поселениях. ФАПы, врачебные амбулатории, губернатор этому вопросу уделяет достаточное внимание и, поверьте мне, исходя из дефицита бюджета, все равно изыскиваются денежные средства и будут проводиться ремонты и дооснащаться эти учреждения. Кроме этого, я хотела сказать о том, что сегодня для жителей сельских поселений доступна стала специализированная помощь. Каким образом она оказывается? Ну, к примеру, Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер на постоянной основе осуществляет консультирование всех территорий. Учитывая недостаток врачей-онкологов во всех территориях, тем не менее, эта помощь оказывается на местах. Поэтому я думаю, что Лариса Викторовна меня дополнит. Хочу сказать, такая же помощь расширяется в том числе и для детей. Хотелось бы сказать еще также, что в наших краевых учреждениях здравоохранения, краевая клиническая взрослая больница и детская больница, они имеют специальные модули. И в случае необходимости, при отсутствии достаточного количества узких специалистов в тех территориях, где их вообще нет, по заявкам районов эти специалисты осуществляют выезды, где пациенты получают необходимую помощь, в том числе ультразвуковую диагностику, анализы и так далее. Я хочу добавить непосредственно для обеспечения доступности медицинской помощи отдаленных населенных пунктов в районах. Значит, каждым лечебным учреждением многопрофильным составляется план на год, в том числе работы выездных бригад. То есть не только могут получить специализированную полную медицинскую помощь в самой районной больнице или поликлинике, но и на местах. В каждое лечебное учреждение есть график, информация размещена на… В общем, жителям нужно быть внимательными и знать, когда к ним приезжают те или иные специалисты. Да, приезжают и информация идет. Дель медицины, доступность опять-таки проводят. Сейчас есть возможность проводить ЭКГ-исследование, которое передается на центральные пункты расшифровка и непосредственно на фармах во врачебных амбулаториях. Спасибо вам большое, уважаемые гости. У нас есть еще один телефонный звонок. Принимаем. Уважаемый телезритель, здравствуйте. Как вас зовут? Ваше имя? Зинаида Лукьяновна. Алло. Зинаида Лукьяновна. Да. Откуда ваш вопрос, пожалуйста, Зинаида Лукьяновна? Лукьяновск, Буденовск. Мой вопрос, я инвалид второй группы. Лекарства я не получаю. От сахарного диабета уже не получаю 8 месяцев. Говорят, по федеральному законодательству мне не дают мое лекарство. Дают заменители, мне не помогают. Вот. У меня было хорошее лекарство, которое мне это глюкоренорм. Мне он очень помогал. Теперь я обратилась к врачу, главному врачу. Очень отличный человек. Он решил мне помочь. Но дело в том, что я должна почему-то все платить за все лекарства. Ни от сердца, ни от щитовидки. Мне ничего не дают. Уже много лет. Хотя я болею давно. Я покупаю все за свои деньги. Теперь я пошла снимать деньги, чтобы мне сняли в этом пенсионном фонде, чтобы мне вот эти деньги, которые берут за лекарства они у меня, вернули мне эти деньги. Чтобы я смогла покупать эти лекарства. Позвольте дополнительный вопрос. Подскажите, а вы не писали заявление о том, чтобы отказаться от лекарств и получать деньги на эти лекарства? Да. Позавчера уже написала. Но пришла сегодня и сказала, если вы мне дадите лекарства, я не буду отказываться. Я верну все это. Вот так вот. Но я почему должна за все платить? Если я инвалид, имею право по своему полюсу получать бесплатные лекарства. Объясните мне. Зинаида Лукьяновна, являясь инвалидом, вы имеете полное право на получение льготных лекарственных препаратов в рамках перечня, который утверждается ежегодно правительством Российской Федерации. Судя из того, что вы объяснили, существует, наверное, два варианта ответа в части того, что вы могли отказаться от получения соцпакета и отдав предпочтение денежным средствам, вы потеряли право на получение льготных лекарственных препаратов. Если вы сохранили право на получение социального пакета из того, что вы перечислили, на сегодняшний день у нас в учреждениях здравоохранения, в том числе и в Буденовске, буквально сегодня я рассматривала один из таких вопросов, учитывая, что я его курирую, в наличии имеется достаточное количество инсулинов и имеется достаточное количество препаратов общей группы. Поэтому я готова рассмотреть ваше обращение индивидуально. Я надеюсь, что сегодня в студии мне передадут вашу фамилию и контактный телефон, и буквально завтра в течение дня я отвечу вам на эти вопросы. И единственное, что бы хотелось, наверное, прокомментировать, у вас прозвучала одна фраза «мне дают, не дают то, что я хочу». На сегодняшний день в рамках действующего законодательства все закупки лекарственных препаратов производятся в международных непатентованных наименованиях, то есть по действующему веществу. И, к великому сожалению, скорее всего, вы имеете все претензии, когда вам предлагают аналоговую замену лекарственных средств. Хотелось дать пояснение всем, что закупка лекарственных препаратов в конкретных торговых наименованиях имеет место быть, если у вас имеется противопоказание, индивидуальная непереносимость доказанная. Вы имеете полное право на получение таких конкретных торговых наименований. И существуют определенные механизмы закупок адресно для таких больных лекарственных средств. Информацию о том, как это делается, вы можете получить у вашего лечащего врача. Ольга Алексеевна, насколько я знаю, да, вот речь идет о дженериках, которые сейчас используют. Но они ведь проходят все лабораторные клинические испытания, и, в принципе, прежде чем их назначать людям, врач имеет понимание, что именно этот препарат будет помогать. И, в принципе, он там не хуже, и побочные действия. Ну, то есть, это же все учитывается? Конечно. В общем-то, хочется сказать о том, что в Российской Федерации разрешена реализация лекарственных средств, которые попали в государственный реестр. Только эти препараты разрешаются, я еще раз, использовать в лечебной практике. Соответственно, каким образом препараты попадают в реестр? Они проходят клинические испытания, доклинические испытания. То есть, попав в реестр, говорится о том, что этот препарат эффективен, безопасен, и он может находить применение. Но, опять-таки, надо обращать внимание, что человек человеку рознь, сопутствующие заболевания у каждого пациента имеют. И при назначении лекарственных препаратов, врач в обязательном порядке должен учитывать индивидуальные особенности человека. Спасибо большое, уважаемые гости. Возвращаясь к теме нашей проверки. Мария Федоровна, я так полагаю, что вы проверяете все медучреждения, которые есть в крае, но реагируете также на жалобы. Правильно я понимаю? Вот если говорить о тех жалобах, которые к вам поступают, насколько вы на них реагируете, я думаю, Лариса Викторовна тоже присоединится, обоснованность, необоснованность, действительно ли есть те проблемы, и действительно вы говорите о том, и я думаю, сотрудники медицины Ставропольской говорят о том, что да, спасибо большое на то, что обратили наше внимание на проблему, которую нужно решать. Те жалобы, которые мы слышим от пациентов во время проверок, все эти жалобы доносятся до министра Мажорова Виктора Николаевича. Хочется сказать ему огромное спасибо за то, что он всегда реагирует на наши акты проверок и принимает соответствующие меры. Зампредседателя общественного совета Уруймагова Роман Русланович, он кандидат юридических наук, он очень профессиональный человек в этом плане и объективно рассматривает тоже каждую жалобу. Кроме того, все жалобы рассматриваются, конечно, совместно с Министерством здравоохранения. То есть вы в связке действуете, да? Да. Но если говорить об обоснованности жалоб, какой процент из них действительно имеет место под собой той или иной проблемы? Или много эмоций, много субъективности? Вот ваше ощущение при проверках. Вы знаете, бывают, да, бывают лишние эмоции, бывает отсутствие объективности в жалобах, когда, ну, как сейчас, например, говорят, что нам не дают бесплатно лекарства, да? А по факту, когда начинаешь разбираться, бесплатные лекарства, те, которые положены, все выдаются. А то, что они хотят вместо этих бесплатных лекарств, они не предусмотрены на перечне. В общем, часто за всеми жалобами скрывается недопонимание, отсутствие информации. Сейчас послушаем, у нас есть еще один телефонный звонок, с какой проблемой к нам позвонил еще один телезритель. Здравствуйте. Ваш вопрос, как вас зовут, откуда вы? Татьяна меня зовут. Откуда вы, Татьяна? Я из Михайловска. У меня такой вопрос с уважением к вам, ко всем присутствующим. Значит, в 16-м году мой отец попадает в реанимацию Грачевской ЦРБ 7 декабря. И на мои просьбы, жалобы горячей линии министерства привезти его на Симашко, он попадает с инсультом. Я правильно не могу сказать эти все диагнозы, я очень волнуюсь. И на мои просьбы, жалобы перевезти его на Симашко, специализированную клинику по всем, ну вы поняли, как, неврологию, да? Мне сказали, что он не перевозится. Я попросила реамобиль, чтобы прислали. Мне сказали, что реамобили не приезжают, не приезжают ЦРБ. Это мне сказали в Грачевке врачи по телефону. Я не знаю, с кем я разговаривала. И, естественно, после суток мой папа умер. Ему вопрос. Объясните, пожалуйста, как правильно уезжает реамобиль, на какие случаи? И меня долго мучают вопросы. Вот у меня папы уже нет 4 месяца, а мне все тяжело. Все ли сделали правильно врачи и смогли ли они его спасти? Ведь сейчас вот Вероника Скворцова, главный министр, запустила такую программу и показывает, что с такими же диагнозами, с такими, как попадал мой папа в клинику, в ЦРБ Грачевскую, вылечивают и даже живут люди с этим диагнозом. Татьяна, спасибо вам большое за ваш вопрос. Лариса Викторовна. Вам, наверное. Значит, возможности, вопрос транспортировки пациента из районной больницы в более специализированное, высокого уровня лечебное учреждение решается, естественно, на месте у постели. Если состояние пациента было оценено как крайне тяжелое и он признан нетранспортабельным, соответственно, транспортировка невозможна ни какими, ни реанимобилями, ни санавиацией. Значит, все консультации для решения, в том числе согласования о транспортабельности и возможности перевода тяжелого пациента в краевые учреждения решаются посредством консультаций, как по телефонной связи, так и на месте по санавиации, краевыми специалистами. Если было принято решение о невозможности транспортировки, значит, транспортировка не могла быть осуществлена. Реанимобиль при необходимости направляется санавиацией, сопровождением краевыми специалистами и реаниматологами, и профильными неврологами, хирургами, направляется по необходимости в районы больницы. То есть этот вопрос находится на постоянном контроле в краевой клинической больнице. Но мы можем рассчитывать, я думаю, и вместе с Татьяной, в том, что вся необходимая помощь ее отцу была оказана, и совесть ни ее, ни врачей, которые рядом были, не может мучить. Конечно, когда это касается близких людей, мы всегда пытаемся держаться за соломинку, но, к великому сожалению, бывает состояние здоровья такового, что это необратимые процессы, на которые мы не можем с вами повлиять. Поэтому, Татьяна, хочется сказать, конечно, посочувствовать вам, но вы должны быть спокойны, что на самом деле, уже попав в лечебное учреждение, пациенту была оказана вся необходимая помощь, и, скорее всего, та ситуация, в которую он попал, она была уже предрешена. Ольга Алексеевна, спасибо вам за эти слова. Уважаемые гости, телефон разрывается. Просто я хочу сказать, что все эти звонки, которые мы сегодня не успеваем принять у нас 5 минут до конца эфира, мы обязательно передадим специалистам, которые в нашей студии. Уважаемые гости, у меня также нет оснований вообще не верить вам. Я сегодня также хочу сказать, что общалась со специалистами ОНФ, которые также говорили, что все проверки, которые проводятся, показывают положительную динамику. Но мы, готовясь к эфиру, не могли тоже не провести свой независимый опрос жителей. Мы сегодня спрашивали у жителей Ставрополя, как они оценивают ставропольскую медицину, доступность, качество. Давайте послушаем, что говорят жители. Когда приходилось обращаться за медицинской помощью, я сталкивалась в именно не платных поликлиниках, а в городских с большой очередью. Это большой-большой минус. Мне приходилось сидеть с отрясением мозга, и я сидела много-много часов, чтобы наконец-то дождаться своей очереди. Было, конечно же, тяжело. Вы знаете, есть недостатки, потому что приведу свой пример конкретный. Болею я редко, но метко. И вот недавно болел, сломал себе руку. Совсем не бывает. Обратился, естественно, в трампунт по месту жительства, потому что было близко. Наложили мне там фиксирующую повязку, гипс. И потом я пошел на дальнейшее обследование уже в другое место, в больницу. Сказали мне, боже мой, где ты был? Что это такое? У тебя на руке какая-то... Что за... Кто это тебе делал? Я, конечно, не сказал, где это я делал, но мне в итоге переделали. Как вы оцениваете работу вообще в больнице, в поликлинике? Ну, не всегда положительную. А почему? Да потому что с ребенком не пойдешь. Вот если мама заболеет, ребенок не пойдет. Она с ребенком никак не пойдет в больницу. Потому что очередь не пускают в очереди. Талон не возьмешь. Как можно идти? Как минимум у нас в Саврополе записаться в поликлинике к врачу на прием. Очень тяжело. Почему-то придумали по понедельникам только получать талоны специалистам. Я этого не понимаю. Когда жена была в роддоме, деньги надо было заносить. Когда в стационаре, опять же, супруга лежала, надо было деньги заносить, договариваться. Если говорить о качестве, я бы здесь в отдельную структуру выделил медицину детскую, детские поликлиники. Потому что у меня маленький ребенок. И то, что происходит в детских поликлиниках, это абсолютный кошмар. Это огромные очереди, это недостаток врачей в силу всяких причин, объективных и субъективных. Ну, работают люди, пусть работают. Нормально работают. Уважаемые гости, вот сквозит, да, вот это вот, и, собственно говоря, все, кто проводил проверки, говорят об этом. И люди в основном жалуются на очереди. На очереди в поликлиниках. Марина Анатольевна, вы в нашей студии не случайно. Поэтому вот хочется, конечно, в первую очередь, наверное, вам задать этот вопрос, да, вот почему все-таки сегодня вот эти очереди есть, можно ли их побороть, да, нехватка специалистов, ажиотаж, который создают сами люди, собственно говоря, не пользование, вот такой оборот, скажу, теми возможностями электронной записи, или она плохо работает. Марина Анатольевна, ваше мнение. У нас буквально две минутки до конца эфира. Да, вы правильно сказали, ажиотаж, потому что почему-то обывательская такая особенность, надо обязательно прийти в поликлинику, обязательно прийти пораньше, обязательно лично встать и записаться в регистратуру. Ну, писать что-то сделать. Да, у нас есть очень много, в любом лечебном учреждении, амбулаторно-поликлиническом, есть, по крайней мере, несколько способов. Это звонки по телефону, это электронная очередь. В каждом лечебном учреждении есть информаты, к которым пациент приходит, выбирает необходимое ему время, и специалистов. Да, возможно, не ко всем специалистам есть запись, но запись обязательно есть к терапевтам, к педиатрам, к врачам общей практики день в день. Обязательно есть запись, к которой пациенты могут сами записаться, к травматологу, хирургу, ортопеду, гинекологу. То, что касаемо врачей-неврологов, это уже ревматологов, решает врач-гастроэнтерологов, решает врач-терапевт, либо врач общей практики. Спасибо, Марина Кулина. Уважаемые гости, спасибо вам большое. К сожалению, вот так быстро пролетел час нашего эфира. Мы сегодня говорили много и сложно о простых вещах, на самом деле, что люди хотят прийти быстро, качественно получить помощь в соответствии с законом. Уважаемые гости, спасибо, уважаемые телезрители. При отсутствии информации мы говорим о том, звоните к тем специалистам, которым вы хотите, задать вопросы, жалуйтесь, перестаньте платить. И тогда, может быть, наконец-то придет порядок и в ту самую, одну из самых непростых сфер, от которой касается наша жизнь и здоровье. Оставайтесь с нами, всего доброго.